Посмотрите на виды земли Израиля. Мы ездили собирать виноград в район города Шило. Древнее место. Там есть остатки Шило, в котором стоял переносной храм. Поэтому, когда я вижу виды земли Израиля, особенно вот этой восточной части, которая называется западный берег реки Иордан, мне все время вспоминается то, что в Беркат Амазон мы говорим следующую фразу. Поблагодарим Тебя, Всевышний и Всесильный наш, за то, что Ты дал нам землю желанную, хорошую и просторную. Посмотрите. Посмотрите, какая земля. Посмотрите, какой вид. Это на самом деле земля желанная, хорошая и просторная. И вот здесь, на этих так называемых территориях Вестбэнк, это больше всего чувствуется. Так, на мой взгляд. Мы как-то ездили еще в Гуша Цион, это по этой же дороге, номер 60, ближе к Хеврону. Вот там есть вот это ощущение, совершенно невероятная земля, на которой растет вот этот вот сказочный виноград. Вот за эту землю хочется поблагодарить Всевышнего. А то, что народы мира почему-то считают, что это Вестбэнк, или западный берег реки Иордан, и это Палестина, не знаю, мне кажется, что совершенно однозначно. Тора говорит, что это земля Израиля. Посмотрите, какие виноградники вырастили здесь евреи. Вот мы едем сейчас между виноградниками. Какие? Смотрите, какая зелень, смотрите, какая красота. Это, между прочим, каменистые почвы, посмотрите. Каменистые, глиняные. Но на них растет. Почему? Потому что эта земля, она получает благословение под еврейскими руками. Если вы посмотрите поля наших двоюродных братьев, мне кажется, что нет там такой красоты. Может быть, я, конечно, ошибаюсь. А здесь мы хотели спросить у Цвики, что же он делает, собственно говоря, с тем урожаем, который он оставляет для бедных. И он сказал, что он оставляет. Если бедные придут, он его им даст. Это вкратце наш диалог здесь. Вот такие вот еще наши впечатления от сбора винограда и любовь к земле Израиля, которая это пробуждает. Спасибо большое. Продолжение следует...